Музыка 27 мая в администрации Калачевского городского поселения собралась внеочередная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Калачян-Дону. По факту возгорания хозяйственных построек в многоквартирном жилом фонде и принятия мер для их предупреждения. На комиссии присутствовали руководители муниципальных предприятий города, представители правоохранительных органов, депутаты Калачевской городской думы, представители пожарного надзора по Калачевскому району. Ситуация началась с 19 мая. Первым был поджог по улице Октябрьская, 256, горела лестничная клетка. Благодаря, наверное, своевременным действиям пожарных большого ущерба не составила, но, тем не менее, факт такой был. Вечером 22 мая в дворах многоквартирных домов по улице Октябрьская, 264, 262 и Пархоменко, 12, произошло возгорание хозяйственных построек. В результате пожара нанесен ущерб собственникам квартир первых, третьих, четвертых, а именно под действием высоких температур оплавились пластиковые окна в этих квартирах в количестве четырех окон. На следующий день, вечером 23 мая, по адресам улицы Октябрьской, 256, 258, также было зафиксировано возгорание хозяйственных построек. Но здесь, по этим адресам, квартиры и собственники жилых домов не пострадали. В ночь с 24 на 25 мая горело началось возгорание на мусорной площадке, но тоже вовремя ликвидировали, потому что рядом там находятся такие же хозяйственные постройки внутри этих домов. По всем этим фактам предприятиям составлены свои акты обследования, а также написано обращение в органы милиции, полиции, и привлечь виновных, и обращение на главу Калачевского городского поселения с просьбой провести это заседание и принять какие-то меры по данным фактам. Значит, по линии охраны общественного порядка могу сказать следующее. Все сообщения зарегистрированы в журнале КУСП, по всем фактам сейчас проводятся первоначально проверочные мероприятия. Данные материалы будут, по всей видимости, направлены на экспертизу. Со стороны органов внутренних дел предпринимаются меры по охране данных от хозпостроек, то есть выставляются наряды прилегающей территории. Как предложение здесь усилить бдительность не только сотрудников полиции, но и местного населения тоже необходимо. Как-то провести агитационную работу. Сейчас не про сам факт пожаров, а по соблюдению требований пожарной безопасности. Естественно, территория очищаться должна прилегающая к жилым домам, к хозпостройкам. От растительности, пух, как с ним бороться, нужно убирать, естественно. Потому что данные моменты способствуют возгораниям по причине неосторожного обращения с огнем. Та же самая брошенная сигарета, либо детская шалость с огнем. Относительно хозпостроек этих, вопрос, мне кажется, он и ранее подымался, так как они деревянные полностью. В них, в самих тоже, как мы уже столкнулись на первых пожарах, газовые баллоны хранятся. И все это непосредственно создает такую пожароопасную ситуацию. То есть само расположение этих сараев, их близость к жилому фонду, это уже опасно для жителей. Поэтому предложение снести данные постройки, статус их, собственность это чья-то или нет. То есть пока тоже непонятно. Нету собственности. Мы когда начали проводить проверочные действия и выяснять, есть ли у жильцов какие-либо документы, подтверждающие, что это их собственность, естественно, их не оказалось. Вот поэтому вот и я уже тоже предложение и информационные письма направляла. То же самое, как с бесхозными домами нужно поступать или брать их на учет и как-то соблюдать там требования пожарной безопасности, либо сносить. Поэтому вот в данном случае предложение снести я поддерживаю полностью. А вот на месте их построить новые, тут уже нужно, наверное, руководствоваться законодательством и градостроительным законом по соблюдению именно требований пожарной безопасности по расстоянию от жилых домов, тем более многоквартирных, да, там зависимости от площади, застройки, наличия проездов, подъездных путей для пожарных автомобилей. Вот, то есть уже только вот с учетом этих требований. Если они, ну, если это нереально, невозможно там выполнить, то есть построить новые и соблюсти, то тогда, я думаю, просто, ну, я не знаю, это уже человеческий фактор, да, как с жителями там договариваться. Вот. А по факту пожара, как специалист и главный государственный инспектор пожарного надзора и дознаватель в одном лице, ну, наше мнение однозначно, что это поджог, а поджог – это всегда умышленные действия. То есть тут шалость детей, она никак не подходит под понятие поджога. И, опять-таки, неосторожное обращение с огнем, да, то есть сколько эти сараи стояли, мы тоже с жильцами беседовали, таких крупномасштабных возгораний там не случалось. И, опять-таки, что у нас подтверждает версию о поджоге, да и почему мы передали материалы по последственности в ОМВД, это динамика развития пожара, очаговые признаки, то есть наличие нескольких очаговых зон, скорость распространения. То есть при, чтобы другим было понятно, почему мы склоняемся к этой версии, то есть при неосторожном обращении с огнем, когда брошен окурок, там идет сначала процесс тления, а потом уже возгорание. То есть должно пройти определенное количество времени, но, со слов опрошенных, такого времени не было. То есть, вот нет пожара, и буквально через 5-10 минут, а этого времени недостаточно для перехода тления в процесс горения, вот, да, загорались постройки. Вот, поэтому... Спасибо, спасибо. Уважаемые жители города Калача, сегодняшнее заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, она вообще не очередной. Но это заседание вызвано тем, что на прошлой неделе участились случаи поджогов. Реально сегодня мы на комиссии установили, что эта системность возгорания, это классифицируется специалистами как поджоги. Те, кто производит сегодня поджоги, значит, сразу мы хотим сказать, что смобилизованы будут все силы на пресечении этих моментов. И как подтвердили сегодня представители РОВД, прокуратуры, позже надзора, что классифицируется это как уголовное дело. То есть, вот так, чтобы люди все знали, что если их поймают, задержат, а к этому мы будем стремиться, да, то они будут просто реально сидеть в тюрьме. Для того, чтобы как-то обеспечить сохранность имущества, нас, собственно, меньше, может быть, волнуют эти хозпостройки, которые, ну, они везде по Калачу, это наш город, он имеет традиции большие. Потому что эти дома, которые, вот, возгорание происходило, это постройки Волгодона еще, это 60 лет назад, ну, так, к сожалению, вот было устроено все. Эти временные дома для проживания строителей Волгодона и вот эти хозяйственные постройки, они нужны были людям в то время. Сейчас время меняется, но традиции, стереотипы, они, к сожалению, остаются. И никто сегодня не высказывались мнения о том, что надо застимулировать, надо каким-то образом разобраться на административную комиссию, надо их сносить, эти постройки. Ну, наверное, это вот жизнь нас все равно к этому приведет, но сегодня есть мнение такое, 50 на 50, одни люди говорят, надо сносить, другие люди говорят, а там у нас хранятся какие-то вещи. Ведь не это самое главное. То есть, они есть или их нету, но они горят. Значит, кто-то с этим имеет какой-то прямой умысел или напугать власть, или ее зашантажировать. Вот, ну, я так думаю, что шантаж, выкрики какие-то, на них пусть реагирует тот, кто должен на них реагировать. Это не та тема, когда вот политические какие-то угрозы, там еще какие-то, должны кого-то настораживать. Нас должны настораживать вот вещи, за которые мы отвечаем. Это вот управляющая компания сегодня получила задание установить везде видеонаблюдение. Безусловно, без мнения, без поддержки людей, проживающих во всех домах города Калача, в том числе и частный сектор, без борьбы за сохранность своей частной собственности, тоже будет тяжело вот эту вещь организовывать. Потому что молодежь, не знаем какая, в данном случае, наверное, ненормальная, если это молодежь. А если это не молодежь, то дай бог, чтобы органы внутренних дел быстренько с этим делом разобрались. То есть пусть все знают, что сегодня этому моменту уделяется внимание, и то, что где-то умалчивается пока, это не значит, что не ведется никакая оперативная работа. Вот сегодня мы получили это подтверждение. Самое главное, кроме этого, это не значит, вот сегодня, раз мы проснулись и не знали, что надо обязательно обезопасить, надо обязательно сделать пожарную безопасность, вот, и чтобы водой мы были снабждены, которая единственная является источником пока пожаротушения. Все это в городе Калаче есть, но эту тему надо усиливать, надо гидранты устанавливать. Сегодня правильно это замечание было сделано, что не везде они есть, и в том числе и в старом Калаче, где просто частный сектор. Там есть наш водопровод, где есть возможность сейчас установить эти гидранты, тоже задачи поставлены. Ну, кроме этого, значит, как-то так получалось в последнее время, ну, пожарная часть, она действительно профессионально предназначена для того, чтобы тушить, и к ним вопросов нет. Они молниеносно приезжают, они молниеносно тушат, но, к сожалению, вот эти деревянные постройки, они как порох горят, то есть в конечном итоге после пожара, вот пожарник выполняет одну функцию, чтобы просто не распространялся этот пожар на жилое строение, потому что в любом случае, вот в сарае они, как показала практика, сгорают просто дотла. Вот, но администрация города, вот наши добровольные пожарные дружины и наши предприятия, другими словами, муниципальные, имеют тоже специальную технику, которую сегодня мы сказали и поставили задачу перед руководителями, смобилизовать коллективы, найти источники финансирования, чтобы в летний период именно для исключения возможности или оказания помощи нашей пожарной части участвовать в тушении каких-то пожаров. Но это уже последствия, нам нужно предупредительные все вещи. Кто-то говорит, давайте мы лозунги и повесим, кто-то говорит, давайте мы памятки раздадим людям. Но люди, которые проживают сегодня вот 60 лет уже в жилом фонде, которые деревянные постройки, они ведут себя дисциплинированно. Я еще раз говорю, 60 лет не было никаких пожаров, а сегодня кто-то целенаправленно, и самое главное, на этих пожарах там, да это вот землю там что-то пораспродали, да это вот местная администрация, там районная администрация себе хотят, что там кто хочет. Вот эти сарай, они кому-кому, они помешали, например, вот сегодня директор теплосетей говорит, действительно сарай, они ведут угрозу, представляете собой, потому что рядом котельная, там где газ есть. Вот это серьезная вещь. Но сегодня тоже мы им поставили задачу поставить везде видеонаблюдение в ближайшую неделю, чтобы это все было исключено. Вот, ну и хотел бы обратиться к нашему населению еще раз, вот, любая информация, которая есть, хотелось бы, чтобы она была не скрыта, потому что в конечном итоге тут кого-то пожалели, там что-то не договорили. Любая информация, она должна быть для того, чтобы были изловлены вот эти вот хулиганы, если их так можно назвать, ну уголовники другими словами, потому что это уголовно наказуемая вещь. И с этим надо будет кончать, потому что, ну, в конечном итоге под страхом жить, особенно еще раз говорю, не дай бог в эти деревянные дома, дать что-то там получится, не дай бог туда кто-нибудь кинет бутылку с бензином. Но мы просто не говорим о том, что вот путь этих непонятных людей, а не нелюди, как бы вот таким образом действовать. Но, к сожалению, это может быть. Вот, все должны быть вот бдительны, бдительны. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.